Россиянин-швед был близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл в НБА, газета «Рю» Спорт. Андрей Кульянов-Мозгов и Джеймс продолжают штамповать победы с Кливлендом. Карасев собирает крохи игрового времени в Бруклине, а швед оказался самой яркой звездой Никс в Солт-Лейк-Сити. Газета «Рю» рассказывает о матчах вторника в НБА. Сан-Антонио Спирс, Торонто Рэпторс, 117 к 107. Хозяева площадки одержали шестую победу подряд в чемпионате, хотя и чуть было не растеряли в концовке добытое ранее преимущество в 26 очков. Мозгов затмел Леброна лидер Кливленда. Леброн Джеймс снова переписал книгу рекордов клуба, но в победном для кавалерс матча с Фениксом лучшим на площадке был не он, а... При этом Спирс потеряли своего легендарного центрового ветерана Тима Донкана, который травмировал левый локоть, когда партнер по команде Тюяго Сплиттер упал ему на руку. Даллас Маверикс, Кливленд Кавалерс, 94 к 127. Гости по традиции последних встреч начали матч в режиме тренировки, уступив соперникам первую четверть, но во вторую переиграли Даллас с разницей в 19 очков. Хозяева от такого шока не смогли восстановиться, и разница в счете только росла до финальной сирены. В итоге Леброн Джеймс, впервые с 2003 года вышедший на эту встречу без традиционной ленты Неголовье, набрал в составе победителей 27 очков, а Кайри Эрвинг добавил к этому еще 22. Самое важное, что случилось в этом матче, это то, что мы играли на протяжении всех 48 минут. Каждый попадал в ритм игры и делился мячом с партнером, прокомментировал матч Леброн. Что же касается ленты, которую он впервые снял во время игры в субботу, Форвард прокомментировал решение так, «Это просто случилось. А мне нравится и так», – добавил тренер Кливленда Дэвид Блад. «Он все равно здорово играет». Российский центровой кавалерс Тимофей Мозгов, больше которого времени на площадке в этой встрече провел только Эрвинг, за 33,5 минуты на паркете набрал 17 очков, а также сделал 4 подбора и 2 блокшота. Бруклин Нец, Нью-Орлеан Пеликанс, 91 к 111. И в этой встрече хозяева площадки хорошо начали матч. Нец вели с разницей в 14 очков, но провалили середину встречи. Леброн и Мозгов не смогли взять Атланту. Состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА. Кливленд Дэвида Блада, Леброна Джеймса и Тимофея Мозгова не смог одолеть Атланту. Бруклин. Пеликаны, которые борются за восьмую строчку в турнирных таблицах Запада, доигрывали матч без своего лидера Энтони Дэвиса, получившего по голове во время одного из проходов под кольцом. В составе Нец российский баскетболист Сергей Карасев отыграл около шести минут, но не сумел набрать очки, бросив по кольцу только однажды и совершив два подбора. Индиана Пейсишс, Орландо Мэджик, 118 к 86. В этой встрече хозяева как начали ударно, так и закончили. По 59 очков набрала Индиана в каждой из половин матча, одержав уверенную победу. Лучшим у победителей стал защитник Роднистаки, 25 из своих 34 очков набравший в первой половине игры. Он, а также другие баскетболисты, не входящие в стартовую пятерку Пейсишс, набрали до перерыва 46 очков, создав отличный задел для победы. Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс, 93.85, Лейкерс, потерявшие шансы на выход в плей-офф, прервали серию из пяти поражений в НБА. Благодаря командной игре, сразу семь игроков-хозяев завершили матч с двузначным количеством набранных очков. Больше других преуспел в этом Джордан Хилл, принесший команде 16 баллов. Юта Джаз, Нью-Йорк Никс, 87.82. Борьба в этой встрече шла очко в очко на протяжении всего времени, но джазмены за несколько минут до конца смогли совершить рывок в несколько очков, которые Никс не поддержали. Русская тройка на паркете Тимофей Мозгов, Алексей Швед и Сергей Карасев в один день вышли на паркет в матчах НБА, возвращение Джеймса Хардена не помогло Хьюстону. Алексей Швед вышел в составе гостей в стартовой пятерке и провел на площадке около 43,5 минуты. Он стал самым результативным в своей команде, был очень близок к тому, чтобы сделать трипл-дабл. «Россиянин завершил матч с 21 набранным очком, 10 подбарами и 7 результативными передачами». «Это трудно для любой команды», прокомментировал наставник Нью-Йорка Дерек Фишер постоянные перестановки в стартовой пятерке. «Мы, к сожалению, проходим через это в течение всего сезона. Но мы работаем с позитивными мыслями и благодаря этому имели шанс на победу в этой встрече. Ребята начинают верить в себя. Мы по-прежнему проигрываем матчи, но игроки показывают характер и достойны за это уважение». Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной баскетбольной ассоциации. Читайте также.